Всем привет! Сегодня я расскажу о втором классе поддержки в игре Team Fortress 2. Это снайпер. Снайпер, как понятно из своего названия, это кемпер, он же просто снайпер, он же засоранец, он же партизан. Потому что снайпер имеет основное оружие, снайперскую винтовку, которая имеет большой зум и большой урон. Как понятно, если вы стреляете в голову, убивает на повал, с таким-то слонобоем, с таким-то прицелом, грех кого-то не убить, особенно в голову. Винтовки имеют такую особенность, как заряд. Как видите, шкала с молнией заполняется до сотни, и вы делаете выстрел. То есть этот выстрел носит дополнительный урон, более мощный. Дистанция поражения большая, скорость жб тоже полета пули большая. Стандартное оружие, это обычная снайперская винтовка, которая очень эффективна, достаточно, сносит голову Рагуна УРА. Всего 25 патронов в комплекте. По одному в стволе, а не обоймой. Дальше, следующее оружие снайпера, это базарная безделушка. Скорость пополнения заряда по умолчанию 20%. С каждым паданием в голову сокращается время зарядки оружия. Либо падание в тело, или куда-нибудь промахивайтесь, если бонус уменьшается. Выглядит это так вот, как старое какое-то ружье, 18-х веков, где-то там, или какие-то Франции, Англии, войны такой. Как видите, наполнение быстрее идет, шкалы. Если вы промахиваетесь, то есть медленнее. Но если вы попадаете в голову, то если снайпер хорошо стреляет, у него шкала будет пополняться, то есть вы можете производить выстрел достаточно быстро. Причем при полностью заполненной шкале. Данная винтовка эффективна, если вы очень хорошо стреляете в голову и очень быстро. Та же есть шкала отметки голов в правом нижнем углу. Дальше. Следующее оружие, это махина. Очень интересное оружие, скажу вам честно. Урон при полной зарядке плюс 15%. При полной зарядке пробивает игроков насквозь. То есть, это единственная винтовка, которая пробивает нескольких игроков. То есть, позволяет вам пробегающих, скажем, медика и хэвика по линии, пробить их в голову и убить их всех. И убивает не одного, а двух. Трех может убить и больше игроков. Я даже находил видео, где убивали трех хэвиков в голову подряд. Так что, как говорится, удача, везение, скилл, кому как. При этом, стреляет данная винтовка только при прицеливании. И стреляет трассирующими пулями. То есть, вычислить вас можно. Вот такая модернизированная винтовка. Как видите, я нажимаю на кнопку мыши, видите, дискры ведут осечку. То есть, не стреляет без режима прицеливания. Режим прицеливания набирает шкалу. И видите, трассирующие пули. То есть, можно вычислить тело и стрелять. То есть, нужно менять позиции. Как, в принципе, даже при обычной винтовке меняешь позиции. Так, здесь нужно менять вообще практически постоянно, чтобы вас не палили. То, что винтовка очень светит вас. Но имеет и большую пробивную мощность. Плюс урон больше и пробивает еще. То есть, можно, если кто-то на балконе стоит снайпера два в ряд, можно двоих прямо скосить без проблем. Дальше. Идет экзотическое оружие для снайпера. Это охотничий лук. Как видите, это лук. Как, в принципе, обычный лук. Такие стрелы обкоцаны, как будто их из чего-то из веточки сделали. Лук такой индейский, скажем. Обмотанный. Хотя тут винты прикручены, даже один вываливается. Всего 13 стрел у вас есть. Вы можете натянуть стил. Чем дольше удержите, тем больше силы выстрела. Но помните, что у вас начинает рука дрожать. И при выстреле у вас стрела полететь может не туда, куда отпускаете. Если вы держите достаточно долго, то не рассчитывайте, что стрела полетит именно в ту точку, куда вы цельтесь. Видите? Потому что вообще в любое время полетите. А если вы цели, стянули, отпустили, стрела летит с наклоном, конечно. С центром тяжа-смещением. Но летит примерно в ту точку, куда вы цельтесь чуть меньше, плюс-минус, там где-то 1-2 сантиметра за всей дистанцией. Стрела, попадая в голубь, пригвозит любого игрока к стене. Если, конечно, только его не лечит медик или не имеет убера. Можно там хэвикон шпиговать стрелами. При этом он будет под убером либо лечиться. Вы можете, скажем, на стрелу отпустить и уйти. И стрела, пока летит, вы можете наслаждаться, скажем, прибитым снайпером к стенке. Также помните, что пока стрела летит, от нее можно вернуться. Или можно выйти так-то случайно и получить стрелу в голову, не зная, что он там уже выпущен. Помните и об этом. Лук, конечно, имеет свойство договать оттяжки. То есть нужно сначала оттянуть стрелу, потом выпустить. Если вы слабо тянете, то она вот так вот получится, что нанесет мало урона. А если вы натянули стрелу и не хотите стрелять, а при этом вы еще двигаетесь мельно, когда вы целитесь замедленно, нажмите правую кнопку мыши, вы отпустите сетевую, и стрела не полетит. Вы просто ослабите ее до значимого состояния. Дальше. Предметы с снайперской винтовки у меня ограничены всего четырьмя экземплярами. Стандартной винтовкой, махиной и базарной безлужкой охотником. Там же есть еще несколько видов снайперских винтовок, которые тоже имеют, скажем, свойства банк-атэ. То есть попадая в тело врага, вы заставляете его получать мини-крыты от союзников. То есть эффект банк-атэ. Там еще есть другой вид лук, он внешне имеет такой более современный вид, но не имеет таких бонусов. Но это нужно зарабатывать. У меня таких нет пока еще. Дальше. Трестепенное оружие. Пистолет-пулемет. Стандартный пистолет-пулемет. Какой-то внешний вид имеет такой непонятно какой. То ли пистолет реально только с собой мыть, то ли автомат какой-то с укороченным стволом. Ну, конечно, прицел здоровый. Непонятно, что он все напоминает. Не УЗИ и непонятно, что. Эффективность, конечно, у него... Учитывая скорость стрельбы хорошая, но попасть в быстро движущуюся цель достаточно проблемно. А плюс еще жирную, ее убить этим пистолетом проблемно. Учитывая П-комплект 25 в обойме и 75 с собой, это мало. Всего 4 обоймы. Дальше из предметов снайпера идет Банк-АТЭ. Это баночка с мочой. Она эффективна, когда вы, скажем, бросаете банку в врага, вы поливаете его этой мочой, и он получает гарантированные криты от вас и от ваших союзников. С помощью Банк-АТЭ можно тушить своих союзников. Скажем, полили, даже, в принципе, себя можете потушить. Может, союзников, и также светить спаев. То есть, облитый спай будет бегать, его будет силуэт виден, облитый мочой, и с него будут капли мочи, и с вашей каплей. Банк-АТЭ эффективен достаточно, особенно, если вы кинете это в толпу врагов. Толпа получит криты, это вообще быстро унесется, она нарез. Дальше, следующий предмет снайпера, это... Бронепанцирь стал закалкиванием за достижение. Он блокирует один дар в спину. Он у вас сразу убирает второй слот, и он у вас носит на спине. То есть, это антиспай. Когда спай любит заходить вам во время прицеливания, скажем, вы целитесь там на винтовке, сидите там кроме прицела, ничего не видите, точки. Вы ждаете там кого-то, кто-то вылезет под ваши пули. И к вам отходят со спины спай, вы не замечаете его. Он подходит вас и щикает сразу в спину с одного удара. А этот щит позволяет вам выдержать один удар в спину. То есть, вы услышите, что по вам удар вы произойдет, развернетесь, и можете брокнуть спай, если у него шоу невидимость. И получается, вы будете спасены. Плюс, у него такое есть примечание, что по-моему, электризует спай, бьет током на какой-то промежуток времени. Дальше. Дарвинский щит. Максимальный взрывок плюс 25, сопротивление урона от пуль плюс 15, и он получаемый взрывок плюс 20. Данный щит эффективно используется, если вы, конечно, сидите в самом принципе, выцеливаете стрелковые классы, типа Хэвик, скаута, инженера, который стреляет, в принципе, пулями, но не взрывами. Ракеты, бомбы, демо, это ваши враги, потому что вы будете получать больше урона. Хотя у вас здоровья больше, защита от пуль будет у вас больше, но не от ракет и от бомб. Так что будьте на чеку и смотрите, против кого стоите. Дальше. Идет карабин-чистильщик. При убийстве мини-криты в течение 8 секунд. Размер обойма минус 20, скорость таки минус 35 и без случайных критов. То есть чайных критов нет, но при убийстве на 8 секунд. Видите, такой модернизерный УЗИшка такая с гушителем. Как видите, менее эффективен, чем предыдущий. Обойма меньше. Я думаю, он не особо эффективен, так как учитываю, что обойма уменьшена, скорострельность уменьшена. Он, если что, шума меньше от него, больше ничем он не замечательен. Дальше. Следующее. Идет. Это набор для кемпинга. Скорость на здоровье плюс 1 секунду. То есть вы, получается, как бы начинаете регениться здоровье, как медик при использовании вампирика. Это, в принципе, эффективно не особо, так скажем. Когда вы получаете классальный урон, что восстановится, вам нужно какое-то время просидеть. А если на вас держится враг, то это вам не поможет. Вас просто быстро убьют. Вам нужно убегать будет, пока вы будете бежать. Но огонь, который, скажем, на вас повесит пиро, вы все равно этими собьете больше урона, чем вы в регенте. Наводка не сбивается при прицеливании. Вот это хорошо, что вы, как снайпер, будете постоянно держать наводку на цели. Отбрасывание при прицеливании меньше на 20%. То есть у вас 20% будет меньше отбрасывать жень прицеливания. И получаемый урон будет по вам плюс 20%. Вот это, конечно, минус суровый. Вот так вот выглядит на... Снайпере, да, вот такой вот. Куала там, игрушка, бутылка. Номбор для кемпинга, я думал, смысла показывать нету. Здесь, в принципе, все показал. Перейдем к рукопашному оружию. Кукри. Такие мачеты местные. Большой нож. Ну, достаточно эффективен в упор. В принципе, особенно убиваться против спаев, кто, который любит ножами чикать, а не из пистолета стрелять. Можно, в принципе, добивать кого-то. Ну, не особо эффективен, конечно, и не нужен. В основном, саперская винтовка. Дальше идет сковорода, как общая, не только башнина. И шахан-хаш. При уровне здоровья меньше 50%, вы будете носить плюс 25% урвано. При уровне здоровья больше 50%, минус 25%. Выглядит как арабская такая вот сабля, что ли. Помните, если у вас спаи, скажем, чикну ножом, и у вас здоровье еще больше 50%, вы будете по нему меньше лопить. Но если он вам снесет его меньше 50%, 49% и ниже, то вы будете носить ему 25% урвано больше. То есть, он будет неожиданно удивлен, когда вы убьете еще большим уроном, там, скрита, скажем. Ну, как говорю, что снайпер не рукопашный, дистанционный. То есть, вы должны сидеть на какой-то позиции и отстреливать врагов. То есть, это не ваш пророгатива лезть вперед, наражен. Конечно, снайпер очень хорошо на открытых партистах. То есть, если враг на открытой площади движется, а вы, там, где-то сидите за углом, из угла выглядываете, там, выцеливаете снайпера или кого-то там еще, кто выбежал, это ваша радость. Если, скажем, в туннелях узких враг бежит, они некогда двинутся вот в такой позиции, то есть, вы можете его спокойненько снести. А если много врагов в туннеле, то вот махина позволяет вам снести их вообще практически всех одному. Помните, что до помощи зарядки снайперской винтовки нужно какое-то время, то есть, не обязательно вылазить и ждать, пока зарядится, а можно уже заряженно выйти. Но помните, когда вы целитесь, вы двигаетесь медленно. То есть, если снайперы натасканные, то вы можете вылезти и уже сразу же получить пулю в лоб. Снайпер убивает, в принципе, все классы в голову с первого выстрела. Даже мне удавалось убивать спая невидимого, целясь в голову медику. Спай просто загораживал в своем состоянии видимости медик, который остановился. И так получилось, что спай получил чужую пулю. Что бывает, кстати, очень редко. Бывает, что случайно попадаешь в спаев невидимых, которые где-то стоят, а стреляешь в одного класса, а попадаешь в другой. Бывает, делать типа аэрошотов, когда, скажем, солдер или два мэна летят в своих ракетах или пучках к вам. Или просто подлетают, а вы их в воздухе выстрелов в голову сносите. Вашими врагами будут являться спай, которые заходят с самосыпины во время прицеливания. Это злостные, так скажем, нарушители вашего покоя и мирного отстреливания врагов. Солдаты, которые застреливают вас ракетами, закидывают, скажем, с балконов, либо с каких-то точек. Демо, которые, скажем, накидывают вам липучек из-за угла, а вы это время прицеливаетесь. Хэвики, я думаю, не особо будут проблематичны на дистанции, потому что их урон вам не особо опасен. То, что разброс пуль большой, пока что-то долетит и попадет, это маловероятно. Медики, конечно, тоже не составляют проблемы. А ваши излюбленные, скажем, жертвы, это, в принципе, те же самые медики, хэвики, инженеры, которые вылазят. Проблемы будут составлять скаутов попасть, потому что они двигаются быстро. Но если норовиться, можно даже в полете и в прыжках сносить как угодно их. То есть это можно только, скажем, набить руку и все. И можно сносить их. Здоровья, конечно, у снайпера мало, 125. То есть убивается он быстро. Достаточно быстро, чтобы быть сметенным. Помните, что пиры очень опасен тоже вам, если сошел со спины, тем более. Потому что здоровья мало и догорание вас убьет. Так что снайперам вы должны стрелять с дистанции, не вступать в контактный бой. Контактный бой это крайний случай. То есть вам не надо лезть в пекло, кого-то там шинковать, как там делают солдеры, демо, хэвики. Ваша пророкатива поддерживать команду, отстреливать все, что угрожает. Если увидели спай, который там угрожает Уберу, то снесите его без всяких сомнений. Ну и думаю, в принципе, все о классе снайпере. Если данное видео вам было полезно, подписываемся, ставим лайки. Удачи, новых побед и больше астральных голов. Субтитры сделал DimaTorzok